Мы продолжаем наше служение, размышляем о Господней благодати к нам. Кстати, хочу сделать небольшое напоминание, думаю, что для кого-то это важно, интересно. Мы живем в Большом Сиэтле. Мы с разных мест здесь. Немалая часть из нас – это те, которые приехали из Украины, и понятно, что нервные окончания немножечко нас беспокоят. Мы молимся об Украине. Что происходит еще в нашем городе? Сегодня на Северном Кемпусе, Сити Хилл, будет проходить такой воршип-найт, прославление и молитва на украинском языке за Украину. Если кому-то интересно провести этот вечер там, вместе, на заданную тему, не так далеко, это в Баттеле находится, добро пожаловать вечером. Думаю, что вы найдете больше информации в социальных сетях. Кроме того, сегодня в Рентоне будет происходить вечером благотворительный концерт, платный, потому что все деньги, которые там соберут, пойдут на помощь для Украины, для нужд Украины и так дальше. Тоже, если вам интересно побыть на этом мероприятии, вы найдете все координаты в социальных сетях, не пропустите, это ваш вклад, можно хорошо провести вечером время и с пользой, и послужить тем, кто нуждается в помощи. Ну а сейчас мы перейдем к Священным Писаниям, и я хотел бы поговорить на заданную тему. Почему? Мы все в этом собрании, кто-то знал, что будут молиться за деточек, скорее всего, родственники, друзья, кто-то и не знал. Мы пришли на наше обычное регулярное служение, и вот здесь мы увидели родителей, это та категория людей среди нас, которые очень трепетно относились к этому служению. Почему? Потому что на их руках была детвора. Я даже не сомневаюсь, что каждый родитель переживает за будущее своего ребенка. Это природа родительская, мы всегда переживаем. Но когда мы смотрим на календарь событий, мы видим, как драматически развивается время, и что происходит в мире, везде. И кажется, уже не найти на земле уголочка тишины и безопасности, потому что все, весь мир в таком надорванном положении. Мы прошли через COVID, мы проходим через этот такой напряженный период времени, того, что происходит в той части, откуда мы выехали. А что будет завтра? Через три года, можно предположить? Через пять лет. Это детвора, которую мы сегодня благословляли во имя Господа. Лет так через 15-18, это будут молодые люди, уже немножечко сформировавшейся точкой зрения. Им придется в жизни принимать серьезные решения. Каким-то вещам поворачиваться лицом и говорить «да». Напротив чего-то отворачиваться спиной и говорить «нет». Какой выбор они сделают? Какое решение они примут? Какая точка зрения превалировать будет в их мировоззрении? Это важно. Сегодня, молясь, нам бы хотелось, не зная будущего, чтобы они, каждый из них, знали Бога. Аминь. Никогда лицом, спиной не повернулись к Богу. Не забыли и не оставили. Это очень важно. Я хочу вспомнить несколько жизненных примеров, по крайней мере два, и отсюда начать свой разговор. Мы знаем историю Даниила, историю Сидраха, Мисаха и Авдинак. На самом деле, вот та первая история троих юношей, они в расцвете сил, они оказались в другой цивилизации, в другой культуре, они оказались насильственным образом там, ну, как мы говорим, в пленении. Мы ничего не знаем о их родителе и в прошлом, в настоящем, где они, что с ними, живы ли они. Но эти трое молодых парней, оказавшись в вавилонской роскоши, находясь в плену, должны были как-то себя поставить в какое-то положение. Вот это для нас приемлемо, это неприемлемо. С этим мы согласны, с этим нет. И, как мы видим, у них была позиция. Они не прогнулись под все обстоятельства, которые давала им цивилизация. Что-то они приняли, от чего-то они отказались, так, знаете, категоричненько, рискуя даже. Вопрос убеждений. Это очень серьезный вопрос. Мы живем в миру, когда толерантность как-то размыла границы. Когда иметь точку зрения, очень такую серьезную, очень категоричную, неприемлемо в наше время. Нужно как-то так подстроиться под все, быть гибкими. И это немного пугающе. Я случайно, мне в социальных сетях попала запись, где-то неделю назад, я не очень знаю, как это все называется, в Лос-Анджелесе происходило чествование чемпионов, героев всяких, которые чего-то достигли. Один из них – это парень с дагестанского села. Пока вышел, забыл. Как его главный этот борец, Виктор? Магомедов. Не. Хабиб, да. И он выступал. Я посмотрел его выступление. Понятно. Там определенный фон, определенный стиль, и там нужно говорить в определенном ключе. В том зале что-то приемлемо и что-то неприемлемо. Он вышел, пустая кафедра, посмотрел, говорит, это бумажка, которую мне дали, и пункты, которые я должен озвучить. А можно я без бумажки? И говорит, первое, что я хочу сказать, я здесь стою как чемпион. Вся слава Всевышнему. Зал немножко съежился, перекосился, но зааплодировал. Он сказал Всевышнему, Он упомянул Аллаха. Понятно, это мусульманское вероисповедание. Но когда я слушал, немножко позавидовал, думаю, а почему в этом месте наши христианские дети прогибаются? Забывают. Ну, как бы, конечно, как-то я верующий, конечно, я из украинского села где-нибудь, или молдавского, или там белорусско-российского, но это не актуально сейчас. Сейчас мы говорим о спорте, сейчас мы говорим о чемпионстве, о славе. Он не забыл. Дайте я скажу то, что я считаю важным. Борются за олимпийский титул много. Не все достигают успеха. Я старался, я из тех, кто боролся. Но вся слава Всевышнему, потому что Он мне дал много потенциала, чтобы я стал чемпионом. Второе. Он почествовал отца и свою семью. В моей жизни, чтобы стать чемпионом, очень ключевую роль сыграл отец. И я тоже думаю, добиваясь славы, добиваясь успеха, почему в христианской традиции нередко переступаются родня, родственники, родители. Это как-то неактуально. Это вы там из села, это у вас там были свои традиции. Но благодаря этому селу, благодаря этим традициям, ты вырос из этого колоска, из этого семени, ты стал тем, кто есть. Почему тебе сейчас неактуально сказать, да, я оттуда, да, я тот, да, я вырастал в этой семье, да, вот мой отец. Почему так? И, наконец, третий. Он сказал, я сейчас стою здесь, молодой человек 30-ти годам, у меня есть столько денег, я могу купить любой дом в любой точке мира, я могу купить любую машину, на которой я хочу поразвлекаться, покататься, я могу купить для себя любую игрушку, которая мне придет на разу. но у меня сейчас вопрос. Эти ресурсы, которые я имею, куда я должен инвестировать? Во что, в какой смысл жизни, в какую добродетель я должен это вложить ради блага? И вы знаете, когда я слушал его речь, потом он отвечал на вопросы, я честно скажу, как служитель церкви, я завидовал. Почему в мусульманской семье выросло такое дитё? Ни спорт, ни слава, ни деньги его не испортили. И оказавшись на этой территории славы, он очень четко отстоял свою позицию. И говорю о двух парнях, вот о тех парнях в Вавилоне, они были в рабстве и в нищете. Но когда пришел момент истины, они сказали, мы чтим царя царей. Этот парень оказался в славе, в роскоши, рядом фамфары, свет и аплодисменты. И начиная свою речь, он сказал, я чту Всевышнего. К чему я веду свою речь, родные? Мы не знаем, лет через 15-20 вот этих 10 молодых людей кем окажутся. Так сложится жизнь. Может быть, они окажутся в пленении и в трудностях. А может быть, они окажутся на аллее славы. Может быть, они чего-нибудь добьются и будут знаковыми, известными людьми. Почему нет? Но у меня сейчас вопрос. Мне так бы хотелось, чтобы они, вырастая в христианской семье, выросли глубоко убежденными людьми, которые умеют говорить «да» правильным вещам и которые умеют говорить категорично «нет» неправильным вещам. Тема моей проповеди. Вы, наверное, об этом в церкви не слышали проповеди, я думал об этом и все-таки осмелился об этом говорить. «Почему ненависть перестала быть добродетелью?» Почему так случилось в нашей христианской культуре, в нашей христианской традиции, что ненависть стала именем нарицательным, чем-то из ряда вон выходящим, чем-то плохим? Я согласен, мы слышали тысячи проповедей о добродетели. Это хорошо. Мы слышали тысячи проповедей воспевающих любовь. И это правильно. Когда начались вот эти все действия там в Украине и так дальше, в социальных сетях появилось много шума по поводу ненависти. И это так уничтожалось, это так осквернялось, это считалось плохим, дурным тоном. Ненависть – это плохо. Я предлагаю вам немного порефлексировать на эту тему вместе со мной. ненависть – это хорошо или плохо? Я понимаю, что я вас озадачил, но давайте прочитаем один текст, который записан в Евангелии от Матфея, 5 глава, 43-44 стих. Христос говорит, «Вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих». Христос сказал, «Если ударят тебя по правой щеке, подставь ему какую? И левую». Много лет и много воды утекло с тех времен. Здесь приличная публика сидит уже такие, с опытом и годами. «Получалось в вашей жизни когда-нибудь, что вас ударили по правой щеке? Кто-то может рассказать, как вы левую подставляли? А вы кому-то по правой ударяли? Уважаемые, смотрите, я хочу очень немножечко об этом сказать, потому что пойдем немножечко в другой теме. Но на самом деле, на самом деле, как-то это все мы связываем в кучу. О чем говорил Христос, когда говорил, когда ударят тебя по правой или по левой щеке? Рассматривал ли он вопрос войны и вопрос насилия? Читая в контексте все размышления Иисуса Христа, мы видим, что он говорил не о войне, не о противостоянии, и не о насилии. Поднимая эти вопросы, Христос говорил, что он посылает своих посланников, и они будут гонимы в этом мире всегда, потому что христиане в априори всегда будут гонимы. Вы будете встречаться с тем, с чем? С неприятием. Вы будете встречаться с агрессией, вы будете встречаться с ненавистью, об вас будут ноги вытирать, вам будут плевать и в лицо, и в спину, вас не всегда будут встречать аплодисментами и почестями. Христос говорил, я проходил этот путь, я прохожу этот путь, вам придется проходить этот путь, поэтому вы должны реагировать на это с высшей точки зрения. И он показал этот стандарт в отношениях, чтобы сказать буквально об этом буквально два слова. Если бы Христос преподавал мастерство каких-то видов спорта, какого-то противостояния, там, кулачного боя, то, по крайней мере, мы же реальные люди, мы понимаем, как бы это было. Ты сожми кулак и ударь куда? Либо в нос, либо в челюсть. Ну, как-то так бьют, когда хотят ударить, когда хотят сделать насилие, когда хотят выбить из колеи. Это обязательно сжатый кулак и это обязательно ударь как-то так. Правильно. А что это за удар, Христос? О каком ударе ты говоришь? Удар по щеке правой рукой. Представьте на секундочку, если вы сейчас повернетесь к соседу лицом и попробуете это сделать. Есть вариант, жена с мужем, если вы рядышком попробовать, как это работает. Если ты берешь, обычно, обычно, мы для этого используем какую руку? Правую. Если ты поднимаешь правую руку и направляешь ему кто напротив тебя, то у него правая щека вот с этой стороны. А значит, как ты будешь ударять? тыльной частью. Тыльной частью. Ты ударяешь вот так, наотмашь. Это удар, который приносит боль? Это удар, который вызывает кровь? Проявляет насилие? Нет. А что же это за удар, о котором говорил Христос? Христос говорил об оскорблении. Христос говорил о проявлении унижения, о проявлении оскорбления, о проявлении неприятия. И это некий такой удар наотмашь. И вот, когда тебя будут унижать, говорит Христос, и когда тебя унизительно ударят по этой щеке, тогда разговор о том, чтобы ты как-то с другой стороны не, ну, со своей стороны проявлял благородство. Но это другая тема, и может быть, когда-то мы на нее поговорим, но не сегодня. Я же хочу из всего этого контекста поднять, обозначить вот эту фразу. Христос говорит, очень ясно, вы слышали, что сказано древним нашими святыми в прошлом, возлюби ближнего и возненавидь врага. А я говорю вам, любите врагу ваших. Отсюда вот одну мысль. Христос говорит о ненависти. Вот раньше было так, возненавидь врага. Это к кому писались заповеди? К язычникам? Нет. Это к Божьему народу. Кто давал такую рекомендацию? Господь. Значит, если Господь когда-то рекомендовал возненавидеть врага, то у меня вопрос. Если Господь сказал, что я должен это сделать, а я говорю, Господи, а у меня нет в моем арсенале способности возненавидеть, оказывается, она у меня есть. Если меня сотворил Бог, и Бог сотворил меня со способностью любить, да, и Бог сотворил меня со способностью ненавидеть, я о происхождении ненависти хочу сказать. Откуда это? Это началось после грехопадения или это было в самом начале? У Адама. Такая реакция положительная и реакция отрицательная. Вот это я приемлю, а вот это я не приемлю. Я задаю вопросы, чтобы вы сами на них ответили. Ненависть произошла в адамовском сердце после грехопадения или не связана с грехопадением? Это важно для себя осмыслить. Следующий вопрос. В Писаниях есть такая формулировка, из одного источника не течет горячая, сладкая и горькая вода, а из одного источника сердца может исходить любовь и ненависть в разные периоды времени или одновременно. Это вопрос. Потому что христиане иногда тот текст применяют сюда и говорят, но не может быть, если ты любишь, ты не можешь ненавидеть, но вдруг я обнаруживаю, что я люблю страстно что-то кого-то когда-то, но в какие-то моменты я ненавижу, не приемлю. Замечали ли это? Может быть, только у меня с возрастом? Ну, наверное, это с этим сталкивается каждый человек. Можно еще спрошу? А в Божьем сердце Бог, который есть любовь, абсолютная любовь, в Его божественном сердце, полноценном любви, в полноте любви, присутствует ненависть или нет? Оказывается, присутствует. О, Господи, как это в божественном сердце, может там находиться еще местечко для ненависти? Оказывается, может. Мы об этом еще поговорим. И вот эта тема для меня вызывает очень серьезный интерес. Потому что, глядя на христианство сегодняшнего дня, глядя на христианство завтрашнего дня, забегая наперед, я прихожу к выводу. В христианстве очень ярко должна быть выражена любовь, и в христианстве с другой стороны очень ярко должна быть выражена ненависть. С одним веслом очень трудно плыть в этом диком мире. Очень трудно стоять основательно в этом безумном мире. Для того, чтобы проиллюстрировать этот сложный вопрос, о котором я хочу поговорить, первое, я хочу поговорить, чтобы мы посмотрели пример ненависти в Священном Писании. Я предложил бы прочитать Откровение, 2 глава. Думаю, что нам покажут. Вы знаете, это обращение Иисуса Христа к одной из церквей. И смотрите, что здесь написано. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Я нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник, твой с места, если не покаешься». Вот эта фраза, она в христианстве у нас как мем иногда гуляет в молодежной среде. «Покайся и твори прежние дела». И мы как-то иногда думали, ну как это? В смысле, покайся в чем? И что? И твори то, в чем покаялся, и твори прежние дела, как это? Но когда мы читаем внимательно этот текст, мы видим, о чем идет речь. Обращаясь к церкви, Господь говорит, я знаю твои дела, я знаю твой труд, я знаю твое терпение, и то, что ты не можешь, что? Сносить, терпеть, вынести развратных. У тебя к этому есть некая внутренняя нерасположенность, неприятие есть к этому. И потом он говорит, но замечая от тебя, твою жизнь и твое сердце, я вижу, что ты оставил первую любовь. И потом, он подводя итог, резюмирует, и он говорит, смотри, покайся, и твори прежние дела. Покайся в чем? Покайся в тех вещах, из-за которых любовь твоя остыла. Покайся в тех вещах, которые остудили твою любовь, из-за которых ты оставил твою первую любовь. Вот в этом покайся и возгревай твою любовь, чтобы она была такой же, как в начале пути. А в чем творить прежние дела? Прежние дела в труде твоем, в терпении твоем, в том, что ты не терпишь и сносить не можешь развратных, в том, где ты был испытан, тот, где ты выстоял и так дальше. А вот это в тебе было хорошо. То, что ты не приемлил, то, что ты не терпел всякую нечисть и весь разврат, это хорошо, в этом стой, это продолжай творить. А в любви подтянись. Я добавлю здесь еще пару стежков вот из этой же главы, и она станет еще более ясной. Впрочем, шестой текст. То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу, говорит Господь. Вот там был такой текст, ты не воспринимаешь. Вот разврат тебе неприемлем. Так мягко звучит. А потом Господь говорит более конкретно. Знаешь, что мне, впрочем, нравится? Мне не нравится, что ты оставил первую любовь. Подтянись. А знаешь, что мне нравится? Мне нравится твоя ненависть к делам Николаитов. Почему? Потому что я это ненавижу тоже. Понятно или нет? Ну, оно понятно здесь. Анализируя жизнь той церкви, позицию христианскую той церкви, видите, здесь так мягко начинается, то, что ты не можешь сносить, то, что ты не воспринимаешь, то, что ты терпеть не можешь. А другое слово, то, что ты ненавидишь дела Николаитов. И Бог говорит, я это тоже ненавижу. Я хочу, кстати, процитировать Псалом 44, 8 стих. О Господе. Я думаю, что нам его покажут. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя с большой буквы Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Это о ком пророческое слово? О Христе. Вот, пожалуйста, характеристика Иисуса Христа. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса Христа, на Его сердце, Мессии нашего и Господа, оно показано в Священном Писании так. В Его сердце есть страстная любовь к правде, к истине, к добродетели, если хотите, к грешным нам, ко всему миру. Но в Его же сердце есть ненависть относительно беззакония. У нас сейчас нет времени, но мы можем еще десятки текстов прочитать и в притчах, и так дальше. Помните, что говорит Священное Писание? Что есть мерзость перед Господом? Знаете, что такое мерзость? Для вас что-то бывает мерзкое? Пауки, червяки, ну, для кого что? Можно что-то такое представить? Что-то я так с содроганием, не могу даже смотреть на это. Вот это чувство, да? Так вот, Писание говорит, что у Господа внутри есть тоже такое ощущение, когда Он смотрит на некоторые вещи. Некоторые вещи вызывают в Его сердце ненависть, а некоторые вещи вызывают в Его сердце не просто брезгливость, вызывают мерзость. Я останавливаюсь здесь, потому что считаю это важным для нас, чтобы мы посмотрели на ненависть с библейской точки зрения. И, может быть, я хотел бы убедить вас в том, что ненависть в сердце христианина должна иметь место, она должна быть обузданной, она должна быть библейской, она должна быть правильной, она не должна выходить из берегов, но она должна быть. Смотрите, давайте поговорим вот о чем. О природе той самой ненависти. Вот какая она. Если мы берем анатомию человека, дух, душа и тело, да? Вот в нашем теле есть нервная система, есть нервные окончания, которые сигналят нам, если что-то болит, зуб, маленькая дырочка, как мы реагируем обычно? Плохо, но очень маленький процент людей, осмысливая это, идет к доктору. Потом этот зуб, дырочка превращается в кариес, снова еще какой-то процент пошел к доктору, в основном не идут. И потом, и потом, когда уже достало до нерва, и там уже ползуба, и уже вариантов нет, и ты уже не можешь достаться до утра, ты уже летишь к доктору без очереди. Боль тебя гонит. Так зачем боль? Во благо или нет? Оказывается, она во благо в этом смысле. Мы иногда слышим диагнозы у наших знакомых, и говорят, человек пошел к врачу, четвертая степень рака, и что? А как? Болела? Не болела! Не болела! Даже не чувствовал! Пришел, какой-то симптом появился к врачу, и говорят, у тебя уже все, поздно спасать. А некоторые говорят, в начальной стадии, только что-то заболело, человек побежал к врачу. И слышу очень много от женщин, упреков в адрес мужчин, что такое ходовое, мужчина то за бок держится, то за ногу держится, то еще там что-то у него. Жена говорит, так, приди, проверься. Он говорит, да какой проверься, завтра на работу надо идти. И жены говорят, знаешь, мужика уже надо до такого состояния довести боли, что он уже с кровати не может слезть, уже там скатывается. Тогда идет к врачу. Это мы так реагируем на боль. Но вопрос, в этом смысле боль полезна? Конечно. Боль подает симптомы, она сигнализирует нам, что в нашем организме что-то неправильно. И когда в нашем организме где-то внутри происходит какой-то сбой, начинает какая-то болезнь развиваться, то через боль мы получаем информацию об этом и правильно делаем, если реагируем и вовремя лечимся. Боль такая неприятная штучка, но в этом смысле для нашего физического тела она полезна. Теперь для нашей души. Что нас ограждает от лишних проблем? Чувство страха. Я не говорю о фобиях, я не говорю о каких-то там извращениях, знаешь, когда ты уже голову покрываешь фольгой, боишься всяких излучений, но я говорю о том, что у человека от природы, Богом заложено чувство страха. Ты на девятом этаже как-то на край встаешь и реагирует организм. Идти в темноту реагирует организм. На многие какие-то неправильные вещи организм, твоя душа, естество реагируют. Это хорошо или плохо? В разумном смысле страх – это хорошо. Точно так же, как боль ограждает наше физическое тело от проблем лишних. Так же страх оберегает наше эмоциональное состояние тоже от лишних проблем, и мы не суемся в неизвестность, мы не суемся туда, где непонятно, туда, где страшно и туда, где опасно. И вот ненависть, когда мы говорим о духе, это тоже некий дар, некая добродетель в нашем естестве, которая дает нам сигналы, а это красная черта, дает нам сигналы, а туда не надо. Я вам покажу пример, когда отсутствует ненависть ко греху и ко всему мерзкому. Жило такое себе благочестивое семейство, и во всем их благословлял Господь. Я говорю об Аврааме и о его племяннике Лоте. Потом Лот пошел туда, где трава зеленее. Это хорошо? Конечно. Нам всем нравится туда, где лучше. Мы все просираемся туда, где лучше. И вот внутри его одно чувство его привлекало в лучшие земли. Что-то должно остановить или нет? Когда ты видишь Содом, когда ты видишь разврат, когда ты видишь Гамору, когда ты видишь моральное развращение, что-то должно тебе сказать, эй, даже несмотря на то, что трава зеленее, мы туда не пойдем. Но у Лота не было этого чувства ненависти ко всему, что там происходило. И даже когда пришли селяне и просили гостей дать, чтобы там понаслаждаться ими, Лот даже не вздрогнул, ведет дискуссию. В смысле? Это же гости. Так давайте я своих дочек дам. Еще красные лампочки не загораются? Чувство брезгливости и ненависти не возникает внутри сердца? Нет, не возникает. Почему? А это трагедия. Если нет ненависти к тому, что ненавидит Бог, если внутри твоего сердца нет тех же импульсов, которые есть в сердце Бога, тогда опасность. Ты окажешься в Содоме, ты сваришься и даже не почувствуешь. Это хорошо или плохо? Это очень плохо. Я хочу подвести итог промежуточный. Так вот, ненависть, если она основана на Божьем Слове, она является для нас добродетелью и приносит для нас благословение. Если ненависть основана на плоти, на плотских переживаниях, она опасна, она разрушит тебя, она разрушит отношения друзей, она разрушит отношения с родственниками, она все разрушит, она страшна, безусловно. Но давайте поговорим о любви. А любовь что ли безобидна? А любовь что ли всеобъемлюща? Если любовь основана на Божьем Слове и на Божьей истине, она благословенна для каждого из нас, она созидает нас, она утверждает нас, она нас к Богу приводит, она преображает нас, делает нас лучше и краше. Это правда? Да. Извините, что скажу. А если любовь основана на плоти, во что она превращается? она превращается в цех по всеразличным аморальным развлечениям и разрушениям. Вы слышали заявление? Так над всем любовь. Там, где любовь, там Бог. И тебя погружают в любую садомию разврата 21 века и говорят, подожди, так ты что такой агрессивный? Ты что против? Там, где любовь, там Бог. И вроде как бы мы безоружны. Потому что если в твоих руках есть один инструмент, который называется любовь, то ты против этого не попрешь. Христу приходилось в какой-то момент взять бич и начать выгонять нечестие из храма или нет. Это что было любовь? Движимой любовью. Но была некая ненависть. ненависть ко всей храмовой грязи, ненависть к этому всему бесчинству, ненависть ко греху, ненависть ко моральности, ненависть к разложению. Я еще раз говорю, друзья, мы проверим жизнью. Если благороднейшее качество, категория, которую мы называем любовь, она основана на плотских мотивах, она может привести человечество к такому извращению. И мы уже видим, что происходит в нашем обществе. И это все на основании любви. Мы уже живем в это время, когда уже к нам кто-то обращается с такими извращениями внутри церкви, что в голову тебе не придет, в фильмах никаких ты не смотришь. И все это где-то какие-то позывы любви. Тому хочется вот это попробовать, тому хочется вот это попробовать, тому хочется детей, тому хочется внучат, тому хочется животных, тому хочется кто его знает что. А что им движет? Такая страстная себе любовь. Ничего плохого. Он не с ножом бегает по квартире, он просто любить хочет. Дайте ему возможность любить, не ограничивайте любовь. это это уже без это уже извращение. Поэтому говорить о такой бесконтрольной и безграничной любви не приходится. Любовь, я еще раз утверждаю, любовь, если она основана на Священном Писании, она созидательна, она святая, она добродетельна, она приносит благословение. Если она основана на плотских началах и побуждениях, она аморальна, она развращена, она я говорю о ненависти. Если ненависть основана на Священных Писаниях и на истине, если она созвучна сердцем Бога, она оградит тебя от зла и разврата, она сохранит тебя в истине, она утвердит тебя в путях христианских и она приведет тебя в Царство Небесное. Если любовь основана на амбициях, на обидах, на непрощениях, на какой-то внутренней агрессии, на всех этих телесных плотских побуждениях, она разрушит тебя, твою жизнь, твою родню, твою семью, все вокруг тебя разрушит. И может быть дьявольски страшной. Мы поднимаем эти серьезные вопросы, потому что без них никак. Я хочу перейти к третьему пункту и поговорить о среде происхождения ненависти. Я хотел бы показать три библейских текста, чтобы мы их посмотрели и как-то в общей картине увидели. В псалмах написано «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых и из руки своих из руки нечестивых избавляет их». Это призыв «Любящие Господа, что делайте? Ненавидьте зло». А вот Михей говорит «А вы ненавидите доброе и любите злое». А это уже неправильно. Это уже все наоборот. Вы плохое любите, а доброе ненавидите. и такая категория есть. Это совершенно противоположная категория. Есть одна группа людей, правильно как Господа, любить зло, ненавидеть. Но мы живем в миру, где рядом с нами идет человек и отталкивается от обратного. Добро ненавидит и добро называет злом, а зло называет добром. Встречали такое? Встречали. Перевернуто все в этом миру. И наконец, в Новом Завете Христос говорит, вы вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощаете. Это как? Это тогда, когда есть серьезные вопросы добра и зла, любви и ненависти. Вы занимаетесь совершенно третистепенными и неважными вопросами. Христос взывает придите к главному, придите к фундаментальному, придите к основательному. Делаем вывод, почему на самом деле в наших христианских кругах ненависть, она как-то отторгается, она считается неприемлемым качеством, она не рассматривается как добродетель, потому что нередко в наших христианских кругах ненависть питается грехами Божьего народа. Правда. Мы что-то о человеке услышали, нам что-то на человека наговорили, нам о человеке сформировали мнение, и отсюда я человека еще не знаю, но у меня уже есть про него мнение, такое себе, знаете, я уже все жалюзи мои закрыл, все шторы мои зашторил, двери на крючок, и я уже так с подозрением к человеку отношусь. Это неправильно, это в корне неправильно. И читая Священное Писание, мы можем приводить еще огромное количество примеров, где Слово Божье приводит нас к тому, чтобы внутри нашего сердца мы развили очень четкую, очень верную точку зрения, чтобы мы чувствовали эти импульсы, импульсы, исходящие из Божьего Слова. Поэтому что делать, чтобы в нашем сердце была библейская ненависть? Читать Божье Слово, изучать Божье сердце, переживать Господа в молитвах, искать Его лицо, искать присутствие Бога, и тогда чувства внутри будут всегда для тебе напоминать, где граница. Ты всегда будешь чувствовать, где красные лампочки. Ты всегда будешь чувствовать, куда влечет и направляет тебя Господь. А по поводу любви, по поводу любви то же самое, то же самое. Когда мы пребываем в Божьем Слове, когда Слово Божье пребывает в нас, когда истина Божья утверждается в наших сердцах, тогда все становится на места. Некоторые до сих пор живут в этой нерешенной дилемме. Так что же на первом месте? Господь, семья или церковь? И некоторые предпочитают, увлекшись семейными делами и заботами, где-то потеряться относительно Бога и церкви. Это правильно? Нет. Изначально мы видим правильную точку зрения. Есть Бог, которого нужно чтить, которого нужно святить, которому нужно преклоняться и которому необходимо служить. И каждая семья в Ветхом Завете отмечена, что они взявшись за руки, собравшись вместе, шли в присутствие Бога и поклонялись Богу. Мне интересно было бы, знаете, заглянуть сквозь дверную скважину в семью Адама с Евой. Я не знаю, что они рассказывали своим деткам. От слова совсем не знаю. Но когда выросли пацаны в их сердце пришло какое-то внутреннее чувство потребности. А давай сделаем жертвенники для Господа. А давай поклонимся Богу. А давай принесем Господу пожертвование. Откуда это? От какой-то внутренней потребности. Нам необходим Бог, которому мы посвящаемся, которого мы почитаем и которому мы служим. Родные, если нет предмета поклонения, если Господь не является центром поклонения для меня, тогда центром поклонения для всех моих амбиций и интересов будет, кто его знает что и кто его знает где. Через минуточку-другую мы будем молиться, друзья. Я прихожу вот к какому выводу. Говоря о Данииле, говоря о Сидрахе, Мессахе и Авдинага, я восторгаюсь их убеждениями. Они умели каким-то вещам говорить свое однозначное «да». И они умели своим неким вещам в жизни говорить свое однозначное «нет». Это делало их сильными, это делало их мужественными, это делало их серьезными христианами. Моя мечта и моя молитва Господу, чтобы в каждой христианской семье была та сфера, где мы говорим «да» и поворачиваемся лицом. Чтобы в каждой христианской семье была та сфера, где мы говорим «нет», и все дети знают, что папа в эту сторону смотрит спиной. И эта сфера не наша, эта сфера неприемлема, в эту сферу мы не идем, в эту сферу мы не смотрим, с этой сферой мы не имеем ничего общего. И это совершенно внятное, категоричное «нет» перед Господом, дьяволом и всем миром. Я сегодня говорил об этих качествах, о качестве любви и поднял такую затерявшуюся тему качество ненависти. Примечаю библейское качество ненависти. Мы столкнулись с извращенной версией ненависти, от которой убегали. Убегали от родства, убегали от семьи, убегали от церкви, от всех групп, где встречали насилие, где встречали ненависть, где встречали неприятие. А кому же хочется быть среди этого? Мы не об этом говорим. Ненависть никогда не должна распространяться на ближнего и дальнего. Ненависть никогда не должна быть инструментом выяснения семейных каких-то отношений, родственных отношений, групповых отношений, церковных или межцерковных отношений. Не для этого необходима ненависть, которую я осмелился назвать добродетелью. У нас поле битвы совершенно иное. Линия фронта совершенно другая. То, где мы ведем нашу борьбу и то, с кем мы имеем наше противостояние, это силы зла, это силы тьмы, это дьявол, восстающий на душу человека. И вот эта сфера тьмы, у нас к ней один ответ нет. Одна реакция агрессия, одна реакция неприятия и ненависть ко всему, что несет мир, ко всей агрессии, разрушающей человеческую душу, которая идет оттуда. Поэтому я взял это время для того, чтобы каждому из нас задать еще раз этот очень важный и ключевой вопрос. Апост Ангел Божий пришел в церковь и, анализируя церковь, он говорит, я хочу посмотреть, как ты реагируешь на то, что ненавижу я, и как ты реагируешь на то, что люблю я. Ангел тогда обращаясь в церкви Божьей говорит, мне нравится твоя реакция, ты ненавидишь то, что ненавижу я, ты ненавидишь так, как ненавижу я, ты правильно делаешь, твори эти дела и впредь. А вот когда я посмотрел на твою любовь, я вижу страсть поугасла, огонечек подутих, мало дровишек в твоем камине, мало ты занимаешься добродетелями, мало это видят твои дети, мало твои сыновья следуют твоему примеру, мало дочери твои упражняются в благочестии вместе с тобой, поэтому вот этом тебе нужно серьезное покаяние, приведи твои отношения с Богом в порядок, наведи, поменяй некоторые вещи в твоих отношениях с Богом и со служением Богу, это очень важно, чтобы огонь ревности, огонь любви, так же серьезно в твоем сердце, как и раньше он горел, вот в этой сфере тебе необходимо покаяние, а эта сфера у тебя в порядке, так держать, молодец, делаешь то, что я делаю, реагируешь так, как я реагирую, молодец, у меня вопрос, когда Бог смотрит на твою сферу, где ты используешь твою ненависть, он доволен или нет, как ты относишься ко всему отрицательному, когда Бог смотрит на твое сердце и смотрит, как горит твоя страсть, любовь и ревность к Богу, как Он оценивает твое служение, твое сердце, твое отношение к добродетели, спустя рукава, так, знаете, как из-под палки, или все же есть страсть идти в Дом Божий, есть страсть служить Богу, есть страсть искать Его лицо, есть страсть приходить в тайную комнату, есть страсть к священным Писанием, горят глаза, пробуждается сердце, огонечек внутри есть, откровения есть внутри, когда ты трепещешь перед Словом Божьим, есть или нет, оцени себя сам, проверь себя сам, но я думаю, что в нашей христианской жизни должен быть баланс, два весла, любовь и ненависть, в этом бушующем сумасшедшем мире, они будут держать твою лодку в правильном направлении, в правильной динамике, на правильных скоростях ты будешь следовать за Господом, исполняя Его волю и утверждая Его Царство на этой земле, Его слава и благодать будет сопровождать тебя, потому что у тебя все сбалансировано между любовью и между ненавистью, твое отношение к Богу и твое отношение к миру, твоя позиция жизни важна, давайте поднимемся, поднимемся, чтобы помолиться, мы правда делали такой небольшой анализ нашей жизни, подняли серьезные глубокие вопросы, я понимаю, что они глубокие для осмысления, я понимаю, что есть над чем подумать, есть о чем порассуждать и помолиться, я предлагаю продолжить размышлять над этой темой, может быть в домашних группах, может быть в вашем семейном круге, может быть в твоей тайной молитвенной комнате, тебе нужно будет еще раз перечитать то, что ты услышал, поразмышлять и пересмыслить твои личные ценности, твои личные убеждения и твое личное отношение к Богу, мы живем в такое время, когда мы вместе как церковь идем за Господом, но каждый отдельно испытываемся, каждый отдельно проверяемся, каждый отдельно претерпеваем давление этого мира, к каждому отдельно говорит Бог, каждому отдельно Бог дает побуждение и пророчествует сердце, наши реакции очень значимы, очень значимы, да благословит Господь наши реакции, они должны быть библейскими и они должны быть правильными, правильные наши реакции будут делать христианскую жизнь нашу более зрелой, более победоносной, больше в славе, больше в помазании, больше в силе Божьей и больше величия Божьего будет проявляться внутри нас, все зависит от нашей твердости, от нашей решимости и от нашей реакции, Господь, мы обращаемся к Тебе в молитве, мы призываем Твое святое имя, мы просим Твоего благословения и Твоей благодати для нас, благослови нас, Господи, мы открывали священное писание, мы размышляли пред Твоим лицом, Господь, мы говорили об очень важных и ответственных наших реалиях, в которых мы находимся, мы понимаем, что мир непрост, и обстоятельства, среди которых мы живем, очень сложны и драматичны, мы просим Тебя, дай нам мудрость и благодать поступать благоразумно и правильно, благослови наши чувствования, чтобы они были, как чувствования во Христе и Иисусе, чтобы мы реагировали на все окружающее согласно Слову Твоему, согласно истине Твоей, и мы просим Тебя, чтобы Святой Дух, наполняя наши сердца, пророчески направлял нам, нас, чтобы мы правильно видели, Господи, чтобы мы правильно слышали, чтобы мы правильно чувствовали, чтобы мы правильно понимали и правильно переживали. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови нас, жить в святости, благослови нас, ходить Твоими путями, благослови нас, позитивно реагировать на Твой призыв и на Твое Слово. Благослови, чтобы наши сердца в это время, время суеты и загруженности переполнялись добродетелью, страстью и любовью к Тебе, чтобы жили ради Тебя, чтобы трудились во имя Твое, чтобы Царство Твое утверждали и Слово Твое распространяли. Пусть Твой мир и благодать переполняют наши сердца. Храни нас в Твоем совершенном мире, а мы с благодарностью идем при Твое лицо. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова